В столице Кубани завершился региональный профессиональный конкурс «Учитель года по основам православной культуры 2024 года». На церемонии закрытия было объявлено имя победителя. Имя победителя конкурса «Учитель года Кубани по основам православной культуры 2024 года». Паналарёва Ольга Алексеевна. Конкурс «Учители основы православной культуры» – очень особенный конкурс, очень тёплый конкурс. Он всех нас объединяет, объединяет единодушием с нашим Создателем. Этот свет, свет доброты, любви, истины мы несем в глаз. И мы видим в глаза наших любознательных детей, которые ждут от нас доброго, хорошего и светлого. Победитель был награжден дипломом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, Краснодарской краевой организации профсоюза, а также Кубком Победителя, ценным подарком и путевкой в пансионат «Рассвет» в городе Геленджике. Но главным подарком, конечно, стала Евангелие, которым благословил и финалистов, и лауреатов, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации Протерея Александр Игнатов. Вот конкурс закончился. А что дальше? Впереди не только работа по самосовершенствованию. Я хочу передать всем вам благословение нашего правящего митрополита Владыки Василия и его напутствие. Сейчас, по благословению Святейшего Патриарха Московского Ивсия Руси, во всех епархиях открываются новые православные школы и гимназии, и даже дошкольные учреждения. Мы понимаем, что нам нужны православные школы, где дети могли бы получать не только знания, необходимые для земной жизни, но и знания, которые помогли им с чистотой своей души пройти этот временный земной путь и унаследовать Царствие Божие. Вот поэтому этот конкурс еще становится площадкой для собирания плодов не только победителей, но и участников этого конкурса. Почему? Потому что сегодня уже начат процесс формирования педагогического православного резерва преподавателей для православных школ и гимназий. Сейчас есть в планах строительство новых школ и гимназий, об этом уже много говорится, но кадры должны подбираться заранее. И мы очень надеемся, что вы сможете войти в эти православные школы и передать приобретенный опыт веры, надежды и любви своим детям в воскресных и православных образовательных организациях. Никто не остался без подарков. Все участники второго этапа конкурса получили дипломы и путевки. Каждый из нас понесет свет любви Христовой в сердца, умы, души людей, особенно детей и родителей, обязательно каждый из нас постарается убедить, что для спасения души есть единственный путь – это дорога, ведущая к храму. Для многих учителей это мероприятие стало стартом профессионального роста, возможностью поделиться своими навыками. Для меня этот конкурс – не только кропотливая работа, это конкурс-праздник, потому что именно он дает силы для дальнейшей работы, вдохновения. Мы не будем останавливаться, мы будем дальше участвовать. Конкурсные испытания, волнения и переживания уже позади. Но останется чувство единодушия, единомыслия и сопричастности к общему делу воспитания подрастающего поколения. Я получила колоссальный опыт, я обрела столько друзей, я даже не думала, что я настолько… Количество друзей просто у меня увеличилось в разы, я даже сама не ожидала. И да, я стала лауреатом. Казалось бы, можно на этом остановиться. Нет, это не мы, это не учителя православной культуры, мы идем дальше. Конкурс никого из участников не оставил равнодушным, а наоборот, вдохновил на дальнейшую работу. Движение должно быть, оставаться. То есть вектор, который нам задал сам Господь Иисус Христос. И мы все, как спецназ духовный, помогаем. И когда приходим в свои школы, несем этот свет, полученный здесь, на этом большом и великом для каждого учителя конкурсе. Только добротой сердец, этот мир согреть мы сможем с вами. Только добротой сердец, добрыми делами и словами, и среди планет и звезд, этот шар земной вращаться будет. До тех пор, пока сумеют люди, отдавать тепло сердец. До тех пор, пока сумеют люди, отдавать тепло сердец. Хотелось бы пожелать всем вам мира и помощи Божьей. Пусть Господь благословит всех вас, ваши семьи, ваших родных и близких, всех тех, с кем вы трудитесь и работаете вместе. Несите этот свет веры туда, откуда вы прибыли. Пусть этого света будет больше. И, как сказал Сам Господь наш Иисус Христос, так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели дела ваши добрые и прославляли Отца нашего Небесного. Христос посреди нас и есть, и будет! Субтитры создавал DimaTorzok